И мы можем перейти уже к нашей следующей спикерке. Следующая у нас выступает Анастасия Красильникова. Анастасия – министская исследовательница и основательница FEM Talks, авторка проекта FEM Walks. Анастасия, в свою очередь, расскажет о гендерном аспекте безопасности в городском пространстве. И поднимет такой актуальный вопрос, как получилось так, что зачастую женщины чувствуют себя в небезопасности в городском среде. И, возможно, если получится рассказать вам, как же это возможно исправить, мы бы с удовольствием послушали. Анастасия, вам слово. Да, здравствуйте. Спасибо большое, во-первых, за приглашение. Очень приятно здесь быть. И я считаю, что это суперважная и крутая инициатива. Вы молодцы, что это развиваете с каждого года все больше и больше. Спасибо Елене за выступление. Мне тоже было очень интересно. Какие-то штуки для своей темы я тоже почерпнула. И, да, переходя уже непосредственно к теме, мне нужно включить демонстрацию экрана. Так, все. Да, хочу сказать, что вообще довольно большая ответственность за 20 минут рассказывать такую довольно обширную тему. Потому что много всяких аспектов. Но я думаю, что, в общем, хочу сразу очертить ожидания. То, что прям с суперподробного погружения в тему вряд ли получится такое количество времени. Но короткое интро, какие-то основные тезисы, темы и так далее я постараюсь все-таки дать. Вот. И, собственно говоря, безопасность – это одна из трех основных тем, которыми вообще в целом занимается феминистская урбанистика или гендерная урбанистика. Это немного разные понятия, но можно, наверное, их через запятую тут поставить. А другие два – это удобство и комфорт. И последнее – это символические образы, которые есть в городе, которые так или иначе влияют на его восприятие. Но, конечно же, все эти три понятия, они взаимосвязаны и в гендерном аспекте в том числе. Сначала я бы хотела рассказать немного про то, почему женский опыт в городе. Сразу тоже хочу уговориться, что женский я даю под звездочкой. То есть я не подразумеваю какой-то суперстрогой гендерной бинарности, но в рамках этой темы буду говорить именно больше про женский опыт. И, собственно говоря, среди многих феминистских урбанисток и вообще исследователей феминистских города бытует такое мнение, что город – это патриархат в камне. То есть за столетия существования города в нем в материальной форме укрепились те социальные отношения, которые направлены на дискриминацию женщин. И вообще в целом опыт женщин до сих пор остается довольно ограниченным. То есть из-за того, что существует дискриминация, опыт женщин ограничен, но в городе это довольно хорошо заметно. И, например, если обращаться к каким-то историческим примерам, то яркий пример ограничения возможностей женщин – это, например, деление на мужские и женские половины в доме. Вот, например, на этой вазе, которая есть на слайде, изображена геникея – это, типа, женская половина дома в древнегреческом доме. И казалось бы то, что, ну, хорошо, окей, тогда были сферы труда довольно четко разграничены, что в этом плохого. Но, тем не менее, мужская половина была неприкосновенной, доступ женщин на нее был закрыт, в то время как женская половина дома была как бы более, она не была закрыта для мужчины, но она была как бы ниже по своему статусу. То есть в этом разделении дома также закреплялось и деление на мужчин как более высших созданий, да, и женщин как низших, которые должны им подчиняться, которые хуже их во всем, и все в таком духе. И довольно часто женщины не могли ходить по улицам города, например, так же свободно, как мужчины. Они могли выходить, например, из дома только для того, чтобы совершить какие-то покупки или какие-то дела, которые требовали их домашней обязанности. Вот. И, например, хороший пример такого заточения – это теремное заточение, которое было в московском царстве, например, когда царевны, другие знатные девушки не могли выходить на улицу. Единственный их способ контактирования с внешним миром – это было вот окно как раз на нижней фотографии, это заметно. И там, например, даже когда царевны должны были выходить на улицу до замужества, вокруг них носили такое как бы покрывало, которое бы закрывало их от взгляда других людей. Вот. Но важно сказать то, что это вот прям четкое заточение, четкое разделение между домашним, приватным пространством и публичным – это было скорее привилегией, да, именно более знатных женщин, в то время как менее знатные женщины все равно выходили из дома, чтобы попросту существовать, чтобы как-то выживать и работать в том числе. И важное для этой темы разделение – это деление на публичное и приватное, согласно которому публичная сфера, в которой сосредоточены все ресурсы, многие возможности в жизни, она загрязнена за мужчинами, в то время как приватная – за женщиной. И как бы это хорошо можно проследить во фразе, что «место женщины дома», «место женщины на кухне» – это фраза, которую до сих пор, к сожалению, можно услышать, она как бы очерчивает эти вот разделения этих сфер, то, что женщины должны быть ограничены и как бы сведены к этому домашнему пространству, в котором не особо есть возможность для реализации. Хотя сейчас, конечно же, все немного изменилось из-за удаленной работы, из-за интернета и всего такого прочего, но когда мы говорим про исторический период, это было все-таки прям именно жестким ограничением. Однако с получением политических прав, экономических прав на рубеже XIX-XX веков женщины начинают выходить в пространство города, начинают в нем как-то передвигаться, в том числе и… Ну, в общем, начинают его осваивать, плюс-минус свободно. Напомню, что до поднятия волны суфражизма, то есть это движение, которое боролось за политические права женщин, те же знатные женщины, выходившие на улицу без сопровождения мужчины, брата, мужа, отца, кого угодно, считывались автоматически как типа падшие женщины, как женщины, которые недостойны, как женщины, которые находятся не на своем месте. Вот. И как раз это хорошо показано во фразе феминистки Андреа Дворкина, которая как раз говорит о том, что порядочная женщина не выходит ночью из дома. И как бы это… И вообще в целом она… Порядочная женщина, она очень ограничена, она делает очень мало каких-то вещей, которые позволены делать, например, мужчинам. И несмотря на то, что эта штука вроде бы, казалось бы, осталась в прошлом, про то, что женщина не может выйти на улицу города без сопровождения мужчины, все равно подспудно это сохраняется до сих пор. И я вот часто привожу такой пример, то, что очень часто женщины, когда хотят отказаться от какого-то настойчивого внимания со стороны незнакомцев, они говорят, меня ждет парень, сейчас за мной придет брат, мне сейчас позвонит папа. В общем, они пытаются как-то переместить эту ответственность на другого мужчину, который как бы, если что, заступится за нее. Потому что просто нет, которое говорит женщина, недостаточно для того, чтобы от нее ее оставили в покое. Соответственно, когда женщина ведет себя как «непорядочная», в кавычках, это становится основанием для виктимблейминга. И вот отсюда как раз все эти установки о том, что «а чего ты хотела? Ты же шла одна домой, поздно дома. А чего ты хотела? Ты же там вот, не знаю, выпила алкоголь в баре и потом ушла по улице». В общем, когда женщина не соответствует этому представлению о порядочности, это основа для виктимблейминга. И вот как раз хороший пример того, как женщина не может чувствовать себя в достаточной степени свободно и безопасно в городе – это фланерство. Фланер вообще в целом, я думаю, наверное, все знают, но я быстренько проговорюсь, что это такой тип горожанина, который появляется с развитием капитализма, с усилением как бы вот этих визуальных образов города. То есть фланер ходит по городу и потребляет городские пейзажи, городские ландшафты какие-то. Его праздное гуляние по улицам является как бы таким его своеобразным изучением города. И довольно часто фланера представляют как такой тип мужского взгляда. Мужской взгляд в смысле взгляд объективирующий, не заводящий то, на что он смотрит до статуса объекта. И довольно часто женщины как бы являются для фланера, для мужского взгляда, естественным продолжением городского ландшафта. То есть женщина просто как какой-то объект, как витрина универмага, как фасад здания, точно так же по ней проходится взгляд фланера, который потребляет эти городские образы. И, собственно, почему я про это говорю? Потому что, казалось бы, если мы сейчас говорим про какое-то улучшение ситуации, если мы говорим про то, что город уже гораздо более дружелюбен к женщинам, чем раньше, то можно представить себе фланерку. То есть горожанку, которая точно так же, как и фланер, может ходить по улицам города, наслаждаться ими и вот иметь эту праздность в потреблении городских образов. Однако это невозможно, потому что, опять же, из-за этого мужского взгляда, который абсолютно повсеместен, и есть хороший термин исследовательницы, визуально исследовательницы Лоры Малви, «to be looked at ness» на английском, да, перевести его можно как буквально «бытие на виду», то есть женщины всегда на них кто-то смотрит. И вот как раз кадр из фильма «Клео от пяти до семи», Аньес Варда, который я на главной фотке выбрала, это показывает. Если вы не смотрели фильм, то там Клео в какой-то момент гуляет по Парижу, и буквально мы видим, что когда она перемещается по улицам, на нее устремлены очень много взглядов мужчин. То есть женщина в городском пространстве до сих пор считывается как какой-то объект, на который можно смотреть. Я думаю то, что вы, ну я во всяком случае точно очень часто сталкиваюсь с тем, что там кто-то может смотреть настойчиво, раздражительно на меня, как бы не заводя меня до какого-то просто объекта. И, собственно говоря, был большой спор между фемийскими исследовательствами насчет того, что была ли урбанизация благом, либо, наоборот, это было плохо для эмансипации женщин, потому что вот Джанет Вольф в частности говорила о том, что тот факт, что женщины вышли на улицы города, делают их как раз-таки более открытыми, более уязвимыми для объективации, для сексуализации. И там феномен харассмента, феномен домогательства, катколлинга, то есть окрикиваний на улице вслед женщинам становится более распространенным с тех пор, как женщины получили более свободный доступ в город. В то время как Элизабет Уилсон, другая Севинсон, на другой стороне баррикад, говорит о том, что урбанизация очень сильно помогла женщинам, потому что позволяла им все-таки находить какие-то жизненные сценарии, которые бы ставили их в большую независимость. То есть они могли рассчитывать на большую независимость вдали от патриархатной семьи, которая, например, могла у них быть до переезда в город. В общем, сложный вопрос, потому что действительно то, что сейчас происходит с сексуализацией и объективацией женских образов, это действительно большая проблема. Однако, возможно, это та цена, которую стоит платить за независимость. Это не значит, что не нужно ничего делать, но если выбирать одно и другое, то не знаю, что у кого перевешивает. Да, что касается более современных уже исследований, то есть хорошая статья Карен Фрэнк и Лин Пексен про публичное пространство и то, как женщины их используют. И они говорят о том, что женщины часто сами могут себя ограничивать в использовании каких-то публичных пространств. Не обязательно их кто-то специально выгоняет откуда-то или запрещается доступ куда-то. Сейчас уже такое все реже и реже встречается, если мы говорим про западные, про европейские города, например. Но, тем не менее, женщины могут сами ограничивать свой досуг, то, куда они ходят и так далее. И при этом они могут сталкиваться с социальными санкциями, которые ограничивают их от этого использования, но не напрямую. Тот же харассом, например, является такой формой контроля. То есть, когда женщины слышат в свой адрес нежелательные комментарии, слова, домогательства, они чувствуют в себя небезопасно, чувствуют в себя дискомфортно и скорее уйдут из этого места, чем останутся там. И скорее потом перестанут ходить в это место, если будут как-то осознавать то, что там у них высока вероятность того, что эта ситуация повторится. То есть, и когда они уже сами не ходят в эти пространства, то это такой самоконтроль. Да, и опять же, из-за того, что женщины не все еще в обществе, не... Ну, то есть, феминизм все еще не победил в обществе, к сожалению, поэтому часто женщины не воспринимаются как самостоятельные, автономные личности, поэтому просто одинокая женщина в городе, это все еще странно, это все еще вызывает внимание со стороны людей. И как будто бы, если женщина находится где-то одна, она чего-то ждет, она на что-то напрашивается, это приглашение к знакомству либо ожидание внимания. И вот, например, тоже хороший, мне кажется, пример того, как это проявляется, что мы можем легко представить себе мужчину, который выпивает один за барной стойкой в каком-нибудь клубе, баре, где угодно, в то время как женщина, которая так делает, скорее, типа, ну, не будет казаться, что она просто хочет насладиться с одиночеством. Люди будут думать, типа, ой, сидит там, поджидает кого-нибудь, наверное, какого-нибудь мужика хочет отцепить себе, не знаю. Вот. И да, как я уже сказала, из-за этих всех усваиваемых установок женщины могут просто переставать, например, заниматься каким-то видом досуга, отказывая себе в развлечениях или даже каких-то важных, важных других занятиях, типа, учебы или такого дополнительного образования или, не знаю, спорта, например. То есть, например, тренировка какая-то может заканчиваться поздно, и женщина не будет на нее ходить, потому что потом будет бояться возвращаться домой или что-то в этом духе. Да, субурбанизация – это тоже, наверное, важный тезис, который нужно обсудить, но у него, наверное, нет очень много времени. Просто хотела про нее сказать, как про то, что усиливает изоляцию женщин. Сейчас, да, как бы, а изоляция, она, я имею в виду спальные районы, например, да, и когда спальные районы не обладают какой-то развернутой широкой инфраструктурой, женщины остаются как бы в заперти со своим каким-то домашним опытом, да, поскольку традиционное разделение труда, обязанностей все еще довольно сильно. Часто именно женщины остаются с детьми, часто именно на них ложится основная забота о поведении домашнего хозяйства, поэтому женщины, ой, извините, субурбанизация, это, конечно же, другое, это имеется в виду выделение пригородов, да, но современный аналог такой субурбанизации это появление спальных районов, вот. Но, к сожалению, не могу надолго остановиться, я перехожу именно к феминистской урбанистике, она в основном вырастает из-за активизма Низавова в 60-е годы, и одна из первых акций, которая проведена и которая вдохновила вообще создание этого направления исследования, это акция «Вернем себе ночь», она была инициирована в 70-е годы и приходит до сих пор во многих странах, в том числе в России, несколько раз проходила, и она была, ее начало было вызвано яростью и отчаянием, которое испытывали активистки из-за смертей женщин, то есть женщин убивали на улицах города, либо просто как-то им угрожали, в том числе сексуализированным насилием, и это был такой крик о помощи, крик о том, что женщины должны чувствовать себя комфортно и безопасно на улицах города в любое время суток, ночью, днем, когда угодно, и это вылилось в акцию, в такую вот длительную, уже многолетнюю акцию «Вернем себе ночь», когда активистки собираются, у них есть различные плакаты, вот мы можем их видеть на слайде, и они ночью проходят по улицам города, таким образом, как бы заявляя о том, что мы можем здесь находиться, что это пространство тоже наше, и никто не должен нам угрожать, когда мы просто идем по ночной улице. Есть также подобные инициативы в других городах, например, в Индии есть движение «Зачем гулять?», где тоже активистки собираются и ходят по ночным улицам города. В Индии еще сейчас очень тяжелая ситуация с сексуализированным насилием, поэтому это вдвойне актуально для них. Вот буквально даже были кризисы, связанные из-за групповых изнасилований, и, в общем, там действительно эта проблема очень остро стоит. Да, и вот Андрея Дворкин тоже в своей работе «Ночья опасность» говорила про то, что когда в Канаде арестовали часть активисток за демонстрацию такую подобную, как «Вернем себе ночь», их арестовала полиция, и Дворкин иронично замечает то, что марш, за который их могут теоретически арестовать полицейские, это более все равно безопасная форма передвижения по ночной улице, чем просто передвижение по ночной улице. То есть она говорит о том, что женщине может случиться гораздо более плохие вещи, чем арест, и это ужасная ирония этой ситуации. Те же Фрэнк и Пексен говорят про то, что если социальное взаимодействие, они говорят о том, что социальное взаимодействие можно как-то контролировать, например, с помощью дизайна. И вот они приводят примеры своей статьи про то, как расставлены лавочки, соответственно, если лавочки стоят вот так, то социальный контакт маловероятен, если люди себя друг напротив друга, то скорее они заговорят друг с другом, соответственно, можно это как-то учитывать при планировании пространств, чтобы там были и такие пространства, которые поощряют взаимодействие, и пространства, которые, наоборот, дают горожанкам, горожанинам, горожанам возможность уединения и так далее. И как раз многие штуки феминистской урбанистики направлены на то, чтобы с помощью дизайна улучшить город для женщин, чтобы делать его более безопасным, дружелюбным. Например, вот есть такая штука «Глаза улиц», ее, наверное, все знают, это то, о чем писала Джейн Джейкобс. Собственно, концепт согласит о том, что просматриваемость, то есть наличие какого-то свидетеля, условно говоря, на улице, понижает вероятность преступления. И можно на схеме видеть то, что если есть какая-нибудь кафешка рядом, если есть площадка, на которой постоянно находятся люди, то это пространство автоматически считывается как более безопасное. Но мне кажется, что это все равно нельзя так прям рассчитывать полностью на людей, потому что существуют проблемы с доверием в обществе, особенно в посттаталитарных обществах, когда людям сложно доверять друг другу, сложно помогать друг другу, поэтому просто наличие этой концепции и ее внедрения не всегда может быть эффективным. И есть случаи в Москве, который произошел два года назад, когда напали на режиссерку Агнию Голданову буквально на одной из самых людных улиц в Москве ее били, но никто ей не помог, люди просто проходили мимо. В общем, это тоже важно учитывать, на мой взгляд. Еще важная штука, про которую нужно сказать, это гендерный мейнстриминг. Первый город, в котором он был применен, Торонто. И, собственно говоря, там есть хороший кейс того, как взаимодействие с феминистскими сообществами, с следовательницами, с властями помогает делать город более безопасным. Там был прям целый комитет отдельно основан именно про безопасность. В рамках его полицейские, госслужащие, феминистки, активистки, феминистки и следовательницы взаимодействовали, проводили исследования, и город стал более приятным и более безопасным. То есть там было сделано больше широких тротуаров, больше освещенности, больше общественных пространств, более широкий перечень ночных маршрутов, и вот все в таком духе. Важная штука, которая влияет на безопасность, то, какие символы оно транслирует. И мне кажется, что тут как раз хорошее противостояние того, как суперсексуализированные образы женщин, я не хочу даже озвучивать эту рекламу, которая есть на слайде, противостоит тому, что, например, делают активистки женской исторической ночи раз в году, 8 мая, они могут заменять, например, название улиц на женские имена. И, например, если вы идете по улице и видите, что есть какой-то стрит-арт о домашнем насилии, о его профилактике, сам факт наличия таких символов в городской среде делает пространство более дружелюбным, и, соответственно, более ощущаешься в нем безопаснее. Кстати, интересно тоже, кейс из Вены, где активно внедрялась политика гендерного мейнстриминга, это знаки, где была совершена такая тактика gender-реверс, то есть был изменен традиционный, традиционная как бы гендерная принадлежность значков этих. Понятно, что это суперэссенциалистская такая штука, но, тем не менее, было забавно, что один из венских госчиновников сказал то, что такие знаки ставят мужчин в опасность, и он имел в виду вот последний значок со значком эвакуации, потому что если вдруг тучится какой-то пожар, мужчины сгорят в этом здании, потому что они не поймут, что им нужно бежать в эту сторону, если на значке будет юбка, хвостик и типа каблуки. Ну, короче, это вот про то, как глубоко ангроцентризм укоренен в обществе. Да, и про страх преступлений, как я уже говорила, он ухудшает качество жизни женщин, и хороший пример из такой современной культуры это Эйми из сериала Sex Education, вот, возможно, если вы смотрели, то вы знаете ее арку, не буду на этом подробно останавливаться. Есть еще хороший фильм Каир 678, тоже про транспорт, про безопасность в этом транспорте. Рекомендую, если вам интересна эта тема. Однако, собственно, последнее, что я скажу, я уже заканчиваю, я знаю, что немножко убиваюсь в тайминг, но я постараюсь побыстрее это сделать. В общем, последнее, что я хочу сказать, это про критику этой концепции designing fear out, а то, что я писала до этого, это как раз оно. То есть буквально с помощью дизайна мы убираем страх, мы убираем стрессовые, дискомфортные ситуации из города. В общем, часть исследований критикуют эту концепцию, потому что, по их мнению, в основе преступления лежит не планировка, а социальные отношения, и поэтому как раз мне так понравилось выступление Елены, когда она говорила о понимании безопасности в комплексном каком-то отношении, а не только в отношении объективном, цифровом и так далее. И как раз-таки две исследований, которые писали работу об этом, Хилли Каскелла и Рэйчел Пейн говорят о том, что нам нужно обращать внимание на социальные отношения, что важно работать не только с женщинами, но и с источником опасности, то есть самими преступниками. Нужно работать с тем, как устроено социальные отношения в обществе, нужно говорить о том, что харассмит это недопустимо, нужно говорить о согласии, о том, что нет, значит нет, о том, что есть границы других людей и их нельзя нарушать. Это все очень важные штуки, которые нужно делать помимо того, чтобы изменять дизайн. И вот как раз они говорят о том, что женщины просто привыкли чувствовать, привыкли какие-то определенные места маркировать как небезопасные, темное подворотня, позднее возвращение домой или еще что-то, в то время, как они боятся не мест, не времени, а того, что им встретится какой-то незнакомец, который захочет причинить им вред. То есть само по себе место, оно не опасно. Более того, плохая ситуация может произойти абсолютно где угодно. Она может произойти дома, среди самых близких и, казалось бы, безопасных людей. Она может произойти среди белого дня в торговом центре. В общем, невозможно предугадать, когда произойдет что-то плохое в жизни женщины. Однако прикрепление страха к определенному месту это способ справиться с чувством тревоги, в то время как сам дизайн, он не может создать предрассудки о месте, он просто только их укрепляет. И вот как раз пример того, как женские вагоны в метро, где в странах, где очень сильно распространен, например, харассмент в общественном транспорте, есть такая мера, как женские вагоны. Он много где есть. В Японии, в Рио-де-Жанейро, в Казани даже недавно хотели сделать что-то подобное. В России. Мне нужно заканчивать прям уже? Все, хорошо. Последние там какие-то основные пункты, очень интересно. Хорошо. В общем, да, основная моя, основной мой, тут некоторые сладости остались, но основной мой понятие в том, что нужно не только обращать внимание на среду, но и на общественные отношения. Хороший кейс в этом плане это кейс Берселона, где с 2016 года мэром, главой города является Ада Калау, и у нее как раз есть очень такой, очень под ее руководством осуществляется классный подход к тому, как нужно делать город более безопасным для женщин. То есть там внедряются все эти классические концепции дизайнинг fear out, то есть и глаза улиц, и более комфортный общественный транспорт безопасный, и пешеходные блоки там сильно развиваются. Там проводится работа с символическим пространством города. Например, многие улицы переименовываются из лиц, которые, например, поддерживали режим Франко в каких-то известных, знаменитых женщин. А также там есть, например, антисексистские стенды. То есть по городу расставлены, особенно в каких-то массовых мероприятиях, стенды, где находятся активистки, активисты, которые рассказывают о том, например, где можно получить помощь, как вести себя в случае, если вы подвергаетесь насилию. Они также рассказывают о том, почему харассмент, каткоринг и другие формы нарушения границ они недопустимы, почему это плохо. В общем, такой комплексный подход – это то, что поможет сделать города более безопасными для женщин. И последнее, что я хочу сказать, что это не значит, что там будет хорошо только женщинам и больше никому. Города, которые учитывают гендерную проблематику, они становятся автоматически комфортными для всех людей в целом. Спасибо большое, извините, что я вышла за пределы тайминга. Ничего страшного, там не критично все вылезло, просто понимаю, что тема настолько обширная и действительно интересная, поэтому можно воспринимать это как повод, поисследовать, покопать, призываем, слушать подкасты на эти тематики. Действительно, много чего можно покопать. Да, есть комментарии, благодарности, вы можете пообщаться с нашей аудиторией, а пока что я хочу задать вопрос, который задавала и Елене, и хочу задавать всем дальше о вашем понимании город, который заботится. Если кратко, то что это за город? Мне кажется, что я в целом солидарна и с тем, что Елена тоже до этого говорила, то есть важно, чтобы были представлены перспективы разных людей с разными опытами, и мне кажется, что еще важно сказать, что кто заботится, то есть как бы невозможно человеку, которого, то есть команда, которая заботится, которая как бы управляет городом, как-то влияет на него, она тоже должна быть разнообразной и представлять как можно больше опытов, поэтому инклюзия важна не только на уровне дизайна, но и на уровне команды, на уровне людей, которые занимаются планированием города. Спасибо большое, Анастасия. Можете остаться и послушать дальше дальнейшие выступления, также обращаясь к аудитории, можете задавать все еще Анастасии вопросы в чате, она будет с нами и сможет на них ответить, и мы будем потихо переходить уже к следующему выступлению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!